нумерология и такое понятие как персональное число года как я вообще попала в нумерологию да то есть я по специальности психолог закончила там пять университетов из них три были по психологии остальные были там предыдущие каким бокам я вообще попала в нумерологию в какой-то момент это наверное годика полтора назад случилось дополн полтора или или год я столкнулась с такой сложностью что когда я работаю с клиентами и работаю уже не один год ввиду каких-то конкретных клиентов до длительная психотерапия я столкнулась с такой штукой что я не могу у меня не хватает как будто из всех знаний из всех опыта из всех книг из всех университетов у меня остаются какие какие-то вопросы то как который болен вот сейчас этого быть не должно вот по-любому этого сейчас быть не должно и то есть давайте конкретнее человек после онкологии психореабилитация идет до психологическая реабилитация и я веду какой-то цикл мы занимаемся какое-то количество времени и по всем по моим все как я вижу как идет клиент сейчас никакого рецидива быть не должно я не верю ни в какие то есть для меня вся ну вот все таки если психики нет какой-то конкретной вот какой-то очень сильно глобальной занозы то вот иммунитет и все остальное вот она справится и когда я вижу что человека эмоциональное состояние лучше сейчас 1 в 20 чем она была на момент когда человек первый раз заболел я понимаю что нет если бы сейчас если бы рецидив и был то он бы был год назад или два назад тогда я бы поняла но когда сейчас человек находится вообще на другом уровне своего мира ощущения отношений восприятий и сейчас происходит рецидив и тогда у меня такой был шок как нет ну нет не может быть сейчас вот сейчас нет и тогда я понимаю что психология не дает мне всех ответов что есть какие-то вещи которые думаю подожди где как что то что за вы что за кармический почему что там что там за судьба не судьба а ну-ка давай искать то есть я начала вот и за ответами идти в нумерологию там что-то пробую там одно второе третье в нумерологии там много разных направлений то есть я в нумерологию пошла от какой от тупика психология от того что психология мне отвечает на 98 вопросов она два вопроса не отвечает подожди я буду копать я буду искать поэтому значит я начинаю изучать здесь думаю а найдется ли ответ там а сможет ли мне нумерология по каким-то данным ответить почему у человека сейчас происходит рецидив они год назад не два не пять а вот сейчас они и не через два три года а сейчас происходит то есть но нету психологии то есть вот ну все было чисто ну прям вот до стерильности доведено ну вот а почему то происходит рецидив вот поэтому значит я начинаю там копать что-то искать начинают это книжечки читать какие-то видеоролики смотреть по нумерологии пробуешь это изучать думают может какую-то школу пойти не школу изучая там разные какие-то направления что-то пробую до пытаюсь заинтересоваться что-то где-то получается где-то разочаровалась где-то то есть вот начинаю что-то копать и вот из всего того что я пока что встретила да хотя не могу сказать что я прям очень сильно глубоко профессионально погрузилась нумерологии это нет есть очень много других специалистов нумерологов до которым я сама иногда обращаюсь раньше обращалась на консультации на какие-то было я значит вот что мне больше всего дало ответы вот на конкретную ситуацию который прям ну как классный расклад нумерологии бывают разные одно из направлений называется классическая нумерология классическая нумерология там есть такое понятие как персональное число года она определяется исключительно по дате и месяцу рождения то есть год рождения там не участвует минуты часы рождения не участвует география не участвует значит поэтому по этой теории да ну назовем ее так давайте все будем перепроверять на все будем смотреть немножко скептически ну вот то есть я ну как-то точно призываю чтобы особо как знать не на что прямо что на святую веру не принимать а вот тут примерять да и смотреть подходит не подходит нет халате буду я его носить или не буду носить и вот я разные вот этот примеряла когда примерил это персональное число года значит о чем там суть в зависимости от нашей даты рождения в зависимости от дня и месяца рождения начинает исчисляться я может быть к этому видео ролику на ю тубе в описании видео прикреплю вот этот расшифровку как она считается ну то есть формула там простая если нет ну найдите сами в онлайн калькулятор и их очень много бесплатных онлайн калькуляторов в интернете рассчитать персональное число года нумерология и вам там выдаст как бы миллионы разных вариантов и так значит по этому подходу значит по этой теории о том что есть некие 9 9 лет что у каждого человека то есть вот мы рождаемся у кого-то начинается первый год да там 12 месяцев с даты рождения у кого потом второй третий то далее кто-то рождается и у него там по цифркам например начинается пятый год потом шестой седьмой 9 лет то есть 9 лет как какое-то персональное число года да и что значит и именно в этом я нашла максимальный ответ почему был рецидив у человека давайте самого начала сначала число персональное число года номер один то есть номер один это какой-то стартап то есть если у вас сейчас вы посчитаете там калькуляторе в онлайне персональное число года номер один это когда нам нужно сделать какие-то первые шаги на то в сторону куда мы хотим ближайшие там чуть ли не десятилетку двигаться да вот какие проекты вот что-то сделать первые шаги первые шаги например или в отношения или первые шаги там не знаю постройку дома первые шаги хотя бы то есть они как правило в первый год особо не удаются то есть это первые шаги не такие полухолостые да как вот ребеночек какие первые шаги он там делает он там ну как бы не завоюет там в Москву и все титулы олимпийские. То есть это просто вот первая попытка, первую удочку туда закидываем, в те мечты, которые мы хотим. То есть первый год, персональное число года, нам нужно сделать первый шаг во что бы то ни было, будь то в бизнес, в работу, в учебу. Это вот первый выхлест идет. А если у вас число персональное года номер два, двойка, появилась парочка. Вот парочка – это, господи, это попытка договориться со всеми. То есть когда мы начинаем пробовать с кем-то, то есть вот там основной экзамен у двойки идет, персональное число года номер два, а основной экзамен идет, это, блин, а мы сможем законнектиться или нет, или же мы все переругаемся. То есть вот задача второго года – это попробовать установить коммуникацию, всех полюбить, со всеми подружиться, со всеми договориться, вот как-то вот преодолеть. Преодолеть все сопротивление единицы, потому что единица говорит, я все сама, я все сам, я все знаю, все хочу, а двойка говорит, нет, вот давай-ка ты вот со всеми договорись, что вот все, что ты захочешь, чтобы это сбылось, вот надо как-то, чтобы это во всю структуру, семейную или рабочую как-то это встроить, что здесь не то, как что ты хочешь, но еще как-то надо это все законнектить со всеми остальными. Это двойка. А если персональное число года номер три, тройка – это мир встречает, тройка – это праздник, здравствуй, мир, я пришел, тамада. То есть тройка – это, ну, зовем, чтобы легко было запомнить год тамады, когда ура, сцена, дни рождения, кафе, рестораны, застолье, встречайте, аплодисменты, здравствуй, мир, я пришла, аплодируй мне. То есть третий – это такой праздник, год праздника. Четвертый год – это год пахоты. Четвертый год – это когда мы можем делать любую монотонную даже работу, просто пахать с утра до вечера, делать одну и ту же работу, даже если это семь дней в неделю, пять дней в неделю, то есть это мы можем пахать. В четвертый год очень важно работать. Вот все, что мы наработаем в четвертый год, будет кормить нас потом все девять лет. То есть весь цикл. Поэтому очень важно. Я тоже себя когда, ну, просчитывала, думаю, а что там у меня было в четвертый год? И я вот вспоминала и думаю, господи, как я это выдержала вообще? То есть вот если я сейчас пытаюсь вернуться и поработать то, как я работала в четвертый год, это невозможно. Да я застрелюсь быстрее, чем вернусь в четверку. А вот четвертый год, оно идет. Вот четвертый год мы можем вот сидеть понимать что нам да не знаю там читать книги или там учиться или делать и знаку-то бухгалтерии вот такую вот какую-то работу который другой год ты понимаешь что да ни за что на свете такую ну дядя ну я это как бы не хочу проходить да а в четверку она идет то есть четвертый год прям пашем 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 это четверка 5 5 это назовем год путешествий год ног ну так же и в том числе коммуникации то есть в пятый год как правило мы начинаем колесить ездить туда-сюда командировки переезды они идут шикарно то есть пятый год это максимальные коммуникации связаны с география 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 будут заходить великолепно это пятерка 6 год господи год обслуживания родни 6 и вот и этих надо полечить этим этих надо поберечь и об этих надо позаботиться этих надо помирить и то есть это год вот какого-то обслуживания год немножко такого самопожертвования. Вот это год, посвященный кому-то, кому-то из близких. Вот такой вот год. Год семерки. Год семерки, и вот тут как раз мы встречаемся с теми самыми как раз болезнями, когда, что этот рецидив-то. Седьмой он называется год отшельника. Год, когда желательно вообще там чуть ли не сесть в ракушечку. Так, все, я в домике, меня нету, и нас, если мы как бы это выполняем, да, окей, я ухожу там на год, не то что на год в медитацию, не знаю, этот год я посвящу, например, изучению, книжкам, может там институт, ну то есть вот что-то такое для, то есть самое классное идут для внутреннего познания, для внутреннего копания. Желательно как можно сократить коммуникации, насколько это возможно, да, то есть это год глубины, и желательно одиночества, ну не тотального, понятно, да. Вот если идем сюда, окей, если мы пытаемся все-таки ломиться, и нет, и вот мне, но я все равно туда пойду, меня же, вот я должна быть на этом мероприятии, нет мне на, вот когда мы начинаем что-то через силу, то нас жизнь сначала начинает долбить в седьмой год, то есть вы попадаете на мероприятие, понимаете, что вас выдавливает, вас раздавливает, как будто, там, не знаю, танк, по-моему, проехался, то есть у вас вот просто будет выдавливать, чтобы вы все-таки были как-то куда-то в одиночество, то есть к вам приезжают гости, а вы понимаете, что всегда были рады гостям, особенно в третий и пятый год вы были шикарно рады этим гостям, но в седьмой год почему-то вас хочется просто пристрелить этих гостей, да, то есть седьмой год он вот такой, вас начинает, если вы все-таки куда-то идете, вас начинают болезни косить, что да сиди ты уже дома, ну вот, то есть вот седьмой год, это год, ну, седьмой год важно беречь здоровье, важно сидеть, ну, как-то поровней на попе, ну, вот седьмой, это седьмой год, он вот такой. Самая первая фраза над седьмым годом написана, берегите здоровье, это седьмой год, а восьмой год, год снятия сливок, все, что вы напахали за предыдущие все-все годы, а в восьмой год наконец-то начнет давать урожай, то есть это год снятия сливок, год сбора урожая за все предыдущие годы, опять-таки, если шли своим путем, да, если мы по карме шли своей дорогой, понятно, что если мы там, не знаю, там, ленились, пили, там, что попало делали, то, конечно, никакого урожая нас не будет то как правило там идет перевертыш очень то есть может просто скосить если человек точно восьмой год может выхлестнуть просто вот восьмой год там есть экзамен экзамен это на честность то есть ты соберешь сливки но при этом если ты сдаешь кармический экзамен на честность то есть должен был отдать отдай должен заплатить заплати то есть восьми восьмерка она будет испытывать на добросовестность на честность и если ты сдаешь этот кармический экзамен идешь своим путем, то восьмой год он шикарный, он снятие сливок, он великолепный. То есть самый финансово благополучный и во всех остальных планах тоже восьмерочка, восьмерочка бесконечность. Девятка, девятка год завершения, персональное число года номер девять это завершение. Нужно все предыдущие циклы подвести до итогового финала, чтобы переварить, хочу ли я их трансформировать в следующую там единицу на ближайшие девять лет или нет. Хочу я что-то вот этот проект продолжать или нет. Хочу я эти отношения продолжать или нет. Хочу я это имущество, то есть продавать или нет. То есть все что хотелось продать, но в девятку желательно вот прям избавляться от всего от этого. Все что как-то вот камнем на душе уже лежало, важно завершать вот это все. То есть девятка она такая, то есть год подведения итогов, анализа и завершения, то есть подчистка всех хвостов, всех хвостиков. Это девятка. Попробуйте на себя попримерять. Я когда составляла себе вот эту диаграммку дома ну-ка дай-ка посмотрю и там начинаю рассказать посчитала там родилась я в какой год что какой у меня там начался не факт что он там 1 естественно не первым начинается до у всех и начинаю составлять диаграмм нарисовала себе линеечку там вот мне один год 2 5 10 20 30 40 и то есть разложила свои годы и потом начинаю рисовать эту там диаграмм q там вот у меня персональное число года там двойка тройка четверка и вот начинаю рисовать и потом начинаю когда смотреть все там самые какие-то нехорошие годы своей жизни когда были самые большие какие-то неприятности потрясения какие-то болезни какие-то операции какие-то ну вот прям жесть да и я когда понимаю что они попадают четко на определенное число персонального года что конкретно вот для меня оказался самым кризисным это персональное число года номер два но это конкретно у меня это не значит у всех потому что у меня там по астрологии единица является ведущим числом а а единица всегда конфликтует с двойкой то есть единица я хочу вот так и так будет и а двойка это законнектится то есть одна единица двойка не сильно конфликтует единица горит да нет мне все до фонаря я буду где-то как считаю нужным а двойка говорит слушай учти меня других и я вот вот этот экзамен как будто все время не могу пройти и то есть я когда посмотрела по своей диаграмме жизни о том что все мои потери самые тотальные в жизни были всегда на двойке я как эту диаграмму посидела на минут 30 сидела плакала думаю да ладно что так можно было нельзя было раньше четко как-то это рассказать сообразить понять думаю оказывается вот вот здесь экзамены вот здесь грабли разложены в какой-то будет то-то оказывается в семерку мне надо было просто туп посидеть а я думаю да чё ж вот не идет вот не идет вот и вот я уже вот она здрасте справочка сиди вот я справочка ковид ты все равно закроешься будешь сидеть дома и я понимаю что именно на седьмой год хотя это было вот совсем совсем недавно да не в ковидные времена и и то есть когда ты понимаешь что во что бы то ни стало семерка тебя уложит все равно вот вот ты хоть что сделала ты либо добровольно сядь как бы дома спокойно либо тебя укосит как бы так и когда ты понимаешь что господи неужели можно было это заранее предугадать неужели заранее можно было увидеть где эти мины грабли лежат думаю господи я груб когда увидела всю диаграмму вот прям поплакала от прям пожалела себя поэтому вот персональное число года рекомендую в интернете посмотреть мне зашло на себе проверяйте пишите в комментариях как она у вас подходит не подходит